Друзья мои, приветствую всех у себя на канале, с вами Вячеслав. Сегодня у меня на обзоре... Так, нет, не то. Сегодня у меня на обзоре 7-дюймовая рама, называется Slam Nesty. Это не оригинал, это, естественно, реплика. Покупал я ее на воздушном хобби. Я так понял, это реплика весьма какой-то известной рамы. Я даже зашел на, не поленился на официальный сайт, посмотрел. Данная рама, я так понял, уже снята с производства, но тем не менее, похожи всякие рамы. Они начинаются от 45 баксов, по-моему, и до 120 баксов стоимость рам. То есть, в принципе, я думаю, покупая реплику, это в любом случае обошлось как минимум в 2 раза дешевле, а может быть и в 3. Но, видимо, приходит из-за этого все это в таком пакетике, не в красивой коробочке, там с бантиком. Хотя, может быть, и оригинал приходит так же, не видел. Не знаю, можете, кто покупал оригинал, написать, как там дела на самом деле обстояли. Давайте сразу с вами вскроем этот пакетик. И высыпем содержимое. Так, пакетик долой. Ну, да, такое себе. Найфлайт. Давайте дальше тогда все это разрезать. Крепешечками. Так, что у нас такое? И это все давайте резать, рвать и метать. Так, все. Так, тоже уберем. Давайте начнем с карбона. Как любят многие обзорщики, сейчас пальцем проведу. О, какой грязный карбон. Ой, друзья мои, вообще грязнющий. Наверное, придется мыть. В общем, карбон грязный. Все, не нравится. Ладно, все, что. Так, давайте, смотрите. Этим, господи, как его. Штангель циркуля у меня все еще не обзавелся. Бомж, да, скажете. Ладно, смотрите, у меня коврик есть. Какой удобный сейчас. На коврике толщину луча посмотрю. 5 миллиметров толщина луча прям четенько. Не знаю, видно вам было, нет? На этой линейке вот. Вот давайте даже, кто не верит, вот так вот. Поближе. Оп. Видали? 5 миллиметров. Надо будет все-таки штангель циркулям обзавестись. В общем, в комплекте мы имеем 4 вот таких вот легоньких, тоненьких лучика. Нижняя пластина, кстати. Вот, друзья, смотрите, какая нижняя пластина. Толстенная, ничего себе. Ну, 3 миллиметра нижняя пластина. Очень солидная, приятная. Верхняя, я думаю, около 2 миллиметров. Плюс еще зажимы для лучей. По поводу крепежки, потай есть. Еще не потай, как они называются, забыл уже, напомните. А, закладные гайки, точно. Это закладные гаечки у нас. Они у нас будут, наверное, в нижний луч вставляться. И я думаю, с этим возникнут проблемы. Потому что они сюда никуда вообще не залазят эти гайки. Ну да ладно, хорошо. Такие вот у нас здесь две распечатанные детальки для крепления камеры. Крепление камеры здесь под 19 сантиметров. Это стандарт микро, напомню, кто не в курсе. В общем, вот и весь комплект. Давайте сейчас, чтобы вас не томить сборочкой, быстренько все это сейчас соберу. И, как говорится, сейчас произойдет магия монтажа. Вуаля! И рамка готова. В общем, друзья мои, собирал ее 10 часов. Да шучу. На самом деле, собирал ее, наверное, минут 10. В принципе, знаете, я удивлен. Мне она, в принципе, понравилась. Обычная такая, простая, консервативная. Да, здесь нету даже ремешка в комплекте. Да, здесь нету даже резиновой подложки под аккумулятор. Ну, в общем, друзья. А, по поводу потаев, кстати. Не в пластину, господи, не потаев, как все забывают. Закладные гайки. Не в пластину они вставлялись. А вот верхние вот эти вот две пластиночки отдельные. Прям в них, ну, такие расширенные отверстия. И, в принципе, вот эти вот закладные гайки, они туда со свистом зашли. Еще без фанатизма. Пока сильно не запрессовывал. Надо протянуть как следует. Потому что электроотверткой сильно не протянешь. Она просто ускоряет процесс верчения-кручения. Надо нормальным шестигранником все это протянуть. Но, тем не менее, друзья, блин, уже такая. Достаточно она, блин, какая-то, не знаю, такая прочная. Прям такая, не знаю. Но она легкая. Давайте сейчас, кстати, взвесим сразу. Сука она у нас весит. 74 грамма. Ну, друзья, блин, это, конечно, не iFlight-овские красивые такие рамы филиперстые. Там, с шестидимовыми лучами. Там, весом под 150, там, чуть ли не под 200 граммов. Ну, 70. 74 грамма. Получается, все-таки, да, не зря я вам показал моторчики. Пойдут на эту раму вот такие моторчики. 22, 0, 3,5, 1650 киви. Мамба. Весит такой моторчик всего лишь на всего 20 граммов. Проводочки такие тоненькие, тоненькие, такие малипучки. Вот. Пойдут эти моторы на вот эту раму. Так, оп. Думаю, классно будет смотреться. Да, друзья, обращаем внимание, вот эти все сейчас новомодные маленькие моторчики, они имеют стандарт крепления. Если вот, ну, кстати говоря, вот здесь 16 на 16, это классика. Есть 12 на 12. Вы не промахнитесь, вот подбирая какие-то маленькие моторчики и раму. Если рама у вас 16 на 16, подбирайте тоже моторчики с креплением 16 на 16. Потому что прям есть там сейчас много таких моторов с 12 на 12. Купите и ничего не примострящите. Не примострящите. Так что с этим весьма повнимательнее, друзья. Смотрите, кстати, классно на моторчиках. Я отдельный обзор на них делать не буду. Потому что у меня нет стэнда, чтобы делать такой, знаете, профессиональный обзор. Но здесь, смотрите, такая юбочка пластиковая, прям достаточно толстая. На караэре, кстати, такие юбочки на моторах ставят. То есть это защита от дурака, чтобы... Кстати, наверное, Серёжа меня, кстати, если смотрит это видео, он, наверное, сейчас улыбается. Вот, в общем, защита от дурака, чтобы винтом насквозь не пройти в обмотку и не коротнуть всё это вот парами. В общем, моторчики огонь, титановые валы, насколько я помню на них, блин. Ну, классные, классные, приятные моторки. И дизайном, и внешне, и по качеству. В общем, суть в чём. В прошлом видео, где, если вы смотрели его, сейчас ссылочка, наверное, наверху увидите. Где я рассматривал, скажем так, свой этот 7-дюймовый фристайл-олёт-долголёт. На 6S я вам там упомянул, спойлернул, что у меня на канале грядёт новый проект. Да, это он. Это 7-дюймовый долголёт на лёгкой раме, не на ультралёгкой, но всё-таки на лёгкой. На лёгких моторах здесь будет iNav, здесь будет классический стоянный GPS. И мы будем летать на нём вот как раз-таки, не знаю, на каких аккумуляторах. Помню, что на моём канале очень заходят тесты. Обязательно с вами его потестируем на разных аккумуляторах, в разных условиях. Время весеннее, дальность полёта, разная погода. В общем, друзья мои, впереди будет очень много интересного. Вот, а то, что у меня какой-то застой на канале, надо просыпаться, просыпаться, как говорится. Сезон в разгаре. В общем, друзья мои, вот такая рамка. Что я могу сказать? Классная, приятная. А, да, электронику буду ставить 20 на 20. Регуль 20 на 20. Полётник 20 на 20. Вот Мотек по классике. Камеру, не знаю, какую-то камеру, микро. Может, даже можно стойки выше поставить. И сюда вообще HD-система в полную давнюю. HD-система тоже уже в планах, в перспективе. В общем, друзья мои, понравилось, если данное видео, ставим пальцы вверх. А нет, я, кстати, лайки же никогда не выклянчиваю. В общем, друзья мои, если вы досмотрели данное видео до конца, вам от меня лично вот такой вот лайк. Всем богатырского огромного здоровья. До новых встреч. Всем пока. А, забыл самое главное сказать. Вот, болтики на столе остались. Это, видимо, запасные. Два вот таких вот длинненьких и два коротеньких. Видимо, запас. Ну, мелочь, а приятных. Субтитры сделал DimaTorzok